Одинцовские школьники смогли на один час оторваться от гаджетов, телевизоров и погрузиться в пушкинскую эпоху, мир галантных кавалеров и дам в пышных кринолинах. Московская областная филармония при поддержке регионального министерства культуры представила в рамках проекта «Детская филармония» премьеру литературно-музыкальной программы «Бал у Александра Сергеевича». Есть танцевальная пара, есть чтец, который от лица автора, то есть Пушкина, ведет повествование. Он костюмный, он цветовой, есть видеоряд. То есть все это создает театрализацию. Вот, собственно, это я вам рассказал концепции. То есть театрализация концертов. Именно «Бал с его неповторимой атмосферой блеска и торжественности стал основой литературно-музыкальной программы. Маленькие зрители попадают на праздник, в мир красоты и чувственности, где есть свои законы и правила, где умеют читать по взглядам, где можно признаваться в любви или вызывать на дуэль. Главным героем становится сам великий поэт, а его окружение – прекрасные дамы и кавалеры. Ведущий музыкального действия и его идейный вдохновитель – заслуженный артист России, актер Александр Олешко. Это возможность зрителю, прежде всего, наверное, маленькому зрителю, школьникам, показать, что есть самые разные краски у этого мира. Они могут быть прозрачные, пастельные, красивые, удивительно тонко нежные. Конечно же, это знакомство с русским языком, потому что наш язык засорен всевозможными словечками, заимствованными какими-то фразами, английским языком. А ведь у нас есть наше свое удивительное, красивое, великое русское слово. На балу великого русского литератора звучали самые известные и любимые нами музыкальные и поэтические сочинения. В программу вошли фрагменты произведений Александра Сергеевича Пушкина, Евгения Онегин, «Русалка», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» и другие. Кроме того, зрители могли насладиться старинными мазуркой и вальсом в исполнении артистов балета. Прошедшая в Одинцово премьера вызвала неподдельный восторг среди маленьких зрителей. Теперь литературно-музыкальную композицию представят и в других городах Подмосковья, и Монтеевке, и Подольске. Екатерина Ярова, Евгений Голиков, телекомпания Одинцова. Тут он очень умешился, шмелем князь обратился, полетел и зажужжал. Зудно на море догнал, потихоньку опустился на корму и в щель забился.